всем привет мои хорошие это вам так порассматривать немножко моих кустиков и я планирую по-новому оформить свой орхидариум купила себе три модуля для ознакомления скажем так и в дальнейшем хочу докупить еще и организовать по-новому здесь пространство но об этом будет отдельное видео когда я все организую а сейчас вот вам порассматривать а я порассказываю вам различные страшилки и так я думаю вы заметили что у меня здесь все такие заляпанные листочки в общем произошла у меня страшная при страшной история зимой ну когда же еще это могло случиться появился у меня в коллекции червец появился червец и как раз наступили холода я связалась с теми у кого я покупаю защитные средства для своих орхидей различную химию добряшки и прочее но из-за того что холодно я не смогла купить и получить различные про травки потому что просто действующее вещество которое должно сработать при таких температурах нельзя хранить а тем более транспортировать и она может просто грубо говоря испортится и в дальнейшем не сработать понятное дело что если она испортится или это никак на глаз не увижу проведу все про травочные работы она не сработает и я благополучно попрощаюсь совсем поэтому я очень активно вручную убирала то что видела и обрабатывала у меня ей было контактное средство к сожалению не было системного было как контактное и я смогла сдерживать популяцию даже уменьшить ее очень прилично уменьшить своей коллекции но полностью вывести конечно же не смогла и наконец-то когда погода позволила ко мне приехали нужные мне средства интересные контактного действия и системного действия я конечно же это все обработала но некоторые растюшки прям действительно сильно пострадали это вот видно вот этот товарищ мой стон дэнс видите вот такой бедный лист вырастил и очень побледнел его час ему лучше и он уже за очень короткий промежуток времени нарастил такой большой лист в общем здесь уху-ху я выдохну но кроме червец а я столкнулась с такой проблемой вот я вроде бы хорошо кормлю свои орхидеи но я увидела на них на некоторых скажем так даже в начале на 1 такие побледнения на листьях и это не вирус не бактериалка не гниль такое часто бывает при резкой смене ну скажем так подкормки как так объяснить что я имею ввиду когда например поставщик кормил более обильно вы кормите меньше да или когда определенных веществ было больше у вас этих веществ поступает меньше и пока растение сбалансирует вот происходят изменения листовой пластины цвета листовой пластины в общем здесь надо поиграться с удобрениями подобрать и все возвращается и собственно один из таких вариантов проявления недостатка это хлороз хлороз в нашем понимании это не хватает нехватка железа что приводит к тому что хуже воспринимается азот нашими растениями опять-таки к нехватке азота это приводит лечение профилактика это обрабатывать дополнительно железом желательно хилатом железа потому что он лучше всего воспринимается и быстрее всего растениями и конечно же дополнительная подкормка азота если вы бахните сразу азот без до уравновешивания железом азот весь пройдет мимо ничего не произойдет поэтому здесь нужен такой комплексный подход но как оказалось хлорозы бывают разные я думаю об этом стоит сделать отдельное видео по хлорозам они бывают и по недостатку других веществ вот так вот оказалось и кроме того есть такая страшная штука об этом я прочитала уже на даже не на орхидейном форуме я это нашла просто на форуме садоводства и огородничества и потом пошла читать уже более серьезных местах различные статьи научные прочее правда есть такое явление как вирусный хлороз и вы представляете это бинго вот этот самый червец укусил одно растение потом укусил пошел другое растение и тарам хлороз распространился я была в шоке потому что я таком никогда не знала вот правда и честно я не сильно на самом деле в вирусах и в болезнях и в своей коллекции я не так часто с этим сталкиваюсь но вот я столкнулась и обогатилась знаниями и опыта и скажем так червец у меня был в различных оранжерейках и на балконе был но именно в этом орхидариуме я заметила вот эту вот эти мои приключения с листьями с изменением цвета листовой пластины и скоростью роста и я нашла откуда растут ноги и вот так вот получилось прикольно что именно внутри этого орхидариума распространилась это все благодаря этому самому гадскому червецу так что я это все дело конечно же сразу же задала железом вообще честно я удивилась что у меня хлороз потому что у меня комплексные удобрения богаты на различные другие нутриенты то есть мне не просто нпк у меня там кроме нпк еще целый список плюс я еще некоторые элементы даю отдельно но вот так случилось и я быстренько озаботилась но опять-таки у меня осталось небольшое сомнение что все-таки это может быть и какое-то такое ну грибковое заболевание хотя не но какие-то симптомы совпадали но большинство симптомов не совпадало но я люблю подстраховаться поэтому решила я начать с легкого да собственно с хилата железа и увеличение азотно содержащих удобрений и что я заметила цвет конечно же не восстановился еще и полностью он не восстановится но я увидела улучшение активности роста более активно все стало расти новые листья растут уже без вот этой вот цветовой деформации и активно пошли корни в общем очень оживились орхидеи то есть в принципе я определила правильно но опять-таки червячок сомнения меня точил и я подумала что возможно просто с увеличением подкормки я стимульнула растение к более быстрому росту поэтому я решила подстраховаться и что это все-таки лишним не будет и провела профилактические обработки фунгицидными средствами от них и белые пятна и после проведения обработки фунгицидными средствами я прям большой рьяности растений не увидела но вот скажем так так подстраховалась я больше все-таки склонна считать что это у меня был вирусный хлорозик поэтому ждут еще дополнительные обработки железом и азотом опять-таки как я говорил раньше хлороза бывают разные не только это недостаток железа может вызвать но скажем так попробовав именно этот самый распространенный вариант я увидела положительную динамику и склоняюсь к тому что проблема была именно в этом но опять таки так как у меня очень комплексное удобрение где много других элементов возможно учащение подкормки сыграла и на другие элементы скажем так тут уже топ точного диагноза я прям не подставлю не предоставлю но вот такое интересное у меня произошло приключение печальное но интересное опыт он на вес золота так что ребятки если у вас что-то такое возможно у вас та же история что и у меня на этом все всем большое спасибо за просмотр берегите свои орхидеи и запасайтесь все-таки перед зимой нужными средствами в аптечку потому что гады могут прийти в самый-самый неподходящий и неожиданный для нас момент и кстати отдельно хочу снять такой ролик о приходе гадов в нашу коллекцию так что ждите на этом уже точно все ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями заглядывать обязательно в описание спасибо всем кто поддерживает меня на патреончике я это очень очень ценю и всем солнечных дней пышных цветений пока пока